Всем привет! Меня зовут Владислав и я рад приветствовать вас на Mobius. Тема этого доклада «Кнопки красить» — это вам не деревья вертеть. И я уверен, что он будет очень полезен для всех, кто занимается разработкой мобильных приложений под iOS. Наш спикер Евгений Ёлчев работает техледом ВК и имеет более 8 лет опыта в iOS-разработке. Женя, привет! Привет, Влад. Привет, привет. Слушай, почему так назвался доклад? Это отсылка к техническим собеседованиям? Да, это отсылка к техническим собеседованиям о том, что все говорят, что вот спрашивать на собеседованиях какую-нибудь жесть, а потом на работе нужно красить кнопки. И я часто провожу собеседования и часто расстраиваюсь, что люди не до конца знают, как красить кнопки. Вот хочу поделиться этим опытом. Да, деревья все умеют вертеть, а кнопки, оказывается, это такая не самая тривиальная задача. На лидкоде нужно это практиковать. Слушай, я знаю, что ты занимаешься не только разработкой, у тебя даже есть YouTube-канал, где ты записываешь различные туториалы по iOS, по Android. Недавно, кстати, начал по Flutter. Я к тому, что у тебя большой опыт вообще в кнопках, да, как все это делать. Где вообще удобнее всего, на твой взгляд? Найти в iOS, Android, либо какой-нибудь Flutter? Что думаешь? Окей, слушай, ну сразу скажу, что по Android я там не сильно туториалы записываю. Скорее такое просто пишу приложение методом тыка, так эта серия и называется, потому что Android я сильно не знаю. Вот. А где проще кнопки красить? Ну, в принципе, везде плюс-минус одинаково. То есть, если нужно сделать какую-то очень сложную кнопку, то придется попадеть в любом из фреймворков. Но вот если так говорить, где просто приятнее сделать кнопку, то, наверное, пока что это был Jetpack Compose. Я вот не знаю почему. Может быть, как раз потому, что я там суперсложных кнопок не делал, да? Там на втором месте SwiftUI, где это тоже очень приятно делается. На третьем месте Flutter, у которого есть свои определенные сложности. И на последнем месте это нативный AID стоит, где приходится попотеть, чтобы эту кнопочку красиво оформить. Да, и у нас сегодня как раз-таки речь пойдет по тот самый последний, нативный, в данном случае, UIKit. Что ж, давай, наверное, потихоньку переходить к докладу. Но перед тем, как перейти к этой части, я хочу попросить наших слушателей пишите свои вопросы. Я все ваши вопросы соберу, и мы после доклада зададим их Жене. Поэтому не стесняйтесь, пишите в чат. Что ж, давайте начинать. Женя, удачи. Отлично. Ну что ж, начнем. Вначале, перед тем, как перейти, собственно говоря, к содержимому основному докладу, я бы хотел такую небольшую прелюдию сделать. Как я уже говорил, тема доклада у меня навеяна собеседованиями. И вот думаю, что вы с таким или сталкивались, или, возможно, слышали об этом, что на собеседованиях часто спрашивают жесть о том, как там, не знаю, работает компилятор, о том, как работают алгоритмы, и в конце дают вам белую доску, маркер, и говорят, рисуйте дерево, потом инвертируйте его. Вы к этому готовитесь два года, там с болью проходите собеседование, выходите на работу, вас просят просто сделать кнопочку побольше, поменьше, там, порозовей, покрасней и так далее. Вот. И многие от этого расстраиваются. Ну, мне тоже кажется, это неправильно, когда на собеседовании спрашивают то, что не спрашивают, то, что не нужно в реальной работе. Но давайте подумаем, а сложно ли инвертировать дерево вообще? То же самое бинарное. Вот. У нас есть дерево, мы его берем и инвертируем. Все очень просто, максимально. Но если без шуток, то вот шесть строк кода – это реальная функция, которая инвертирует бинарное дерево. Причем из шести строк здесь две уходят на оформление функции, одна на возврат значения, одна на анврап аргумента и только две настоящих строки, которые делают какую-то работу. И то это рекурсивный вызов этой же самой функции. Ну, типа, как бы вот многие не любили вопросы про деревья, это на самом деле очень просто. Это можно просто даже, не знаю, зазубрить. Можно ее придумать и написать. С кнопками дело обстоит абсолютно по-другому. Вот. Мы, если говорить, да, про мою команду, про ВКонтакте, красим кнопки на работе. И на собеседовании спрашиваем, как красить кнопки. То есть у нас такого разрыва, да, там на собеседовании одно, на работе другое – нет. Вот. И завершу свою прелюдию двумя дисклеймерами, да, чтобы потом не оказаться непонятым. Это вопрос дискуссионный, да. То есть мы действительно задаем вопрос о том, как покрасить кнопку, но это вопрос дискуссионный. Никто не ожидает, что придет кандидат, откроет ноутбук и на 45 минут зарядит, в общем, презентацию о том, как это нужно делать. Достаточно просто рассказать о том, какие способы есть, какие лучшие и так далее. Мы пообщаемся еще во время этого. Второй дисклеймер. Это, естественно, не единственный вопрос, да. То есть это не все, что нужно для того, чтобы пройти собеседование ВКонтакте. И мы не только кнопки красим, да, занимаемся еще и другими вещами, особенно в других командах. Окей. Теперь, когда я завершил со своей прелюдией, можно переходить к докладу. Итак, о чем он? О том, какие способы создания кнопок существуют. Ну и о том, какие из них лучше, хуже, да, плюсы-минусы. Вот это все будем сегодня разбирать. Прежде чем об этом мы будем говорить, давайте вообще определимся с тем, что такое кнопка. Потому что нужно быть на одной волне, вообще понимать, что мы делать-то собираемся. И кнопка, если верить этому определению, которое, честно говоря, забыл, откуда взял, это элемент графического интерфейса, который позволяет отслеживать нажатие пользователя в пределах своей области. Ну, то есть какая-то область, мы туда можем ткнуть и получить результат. Давайте теперь посмотрим, какие бывают кнопки. Прямо на примерах визуальных. Вот эта кнопка. Самая простая, да, просто выглядит как текстовая надпись, но она кликабельна, можно, соответственно, в нее нажать. И эта кнопка чуть посложнее. Тут добавился фон и скругление углов. Ну, в целом, все достаточно просто. Эта кнопка, хотя и не похожа на кнопку, да, выглядит как непонятно что. Но это иконка телевизора, которую тоже можно нажать. Комбинируем все вместе, что показали. Это тоже кнопка с иконкой, с надписью с фоном. И эта кнопка, уже чуть больше элементов здесь, иконка, две надписи. Они еще и по бейзлайну не выровнены, если вы видите, кривенькие такие. Ну, вот так увидели, значит, не знаю, кто это увидел, да, вот решили, что должно быть именно так. Получается тоже кнопка. И вот эта тоже кнопка. Огромная область, да, там, наверное, больше, чем первый айфон. Внутри куча контента, иконки, надписи, рамки, фоточка, тени. И все это кнопка, которую можно нажать. В общем, к чему я веду? Кнопка может выглядеть совершенно как угодно. От маленькой иконки, которая есть у нас на экране, до, собственно говоря, всего экрана, который целиком может быть кнопкой, на которую можно нажать. Теперь, когда мы поговорили о том, как выглядят кнопки, что это такое, давайте поговорим о том, как мы можем создать эту кнопку. Вот прям по примерам пойдем. И первый пример, вам, может быть, не видно, но он вот там вот над надписью просто кнопка, надпись нажми меня. Вот как ее создать? У нас в UI-ките есть замечательный класс UI-баттон, он вроде как кнопка, он так и называется, UI-кнопка, если на русский переводить, да. И, собственно, он нажимается, все замечательно, можно поставить ему тайтл, задать цвет, кнопка готова. Нам нужен фон, ну, тоже несложно, берем весь тот код, что мы написали, добавляем настройки фона, скругление углов, отступы здесь нам еще понадобились, но тоже готово, кнопка работает. Нужно изображение, опять же, берем весь код, который мы написали в прошлый раз, добавляем set-image, появляется иконка, все замечательно, кнопка продолжает работать, как и работала. Вот, но что если нам нужна вот такая кнопка? В принципе, она мало чем отличается от предыдущей. Тут тот же самый набор элементов, только расположение их немножко иное. И кажется, что с этим проблем никаких не должно быть. Но почему-то они возникают. Почему? Потому что UI-баттон так кнопки вроде как отображать не умеет. И вот, если, значит, спросить, как же это сделать, например, у Гугла, да, например, у Гугла, то мы найдем вот такой вот ответ. Это самый залайканный ответ на стакуруфлоу. Он, типа, предполагает, что мы используем сторибарды. Значит, размещаем кнопку и настраиваем у нее insеты, alignment, и вроде бы все хорошо. Но мне этот вариант не очень нравится. Во-первых, потому что я сторибарды не люблю. Не то, что я говорю, что это плохой инструмент, просто он мне не нравится. Вот такая вот история. Плюс еще кнопка получается статической. Что это значит? Вот эти insеты, они подобраны под определенный размер контента, под определенную иконку, под определенный текст. Если это все будет меняться динамически, да, в рантайме, там, может быть, в зависимости от действия пользователя, все поедет. То есть это просто не подходит. Если мы еще чуть-чуть погуглим, то найдем второй вариант. Тоже очень популярный, и его тоже очень любят называть на собеседованиях. Это, по сути, то же самое. То есть мы все еще рулим inset-ами, но на этот раз мы это делаем в layout subuse. Этот вариант неоспоримо круче, потому что он уже реагирует на любой контент внутри iButton. Не обязательно подбирать, значит, это каким-то под конкретную кнопку, да, здесь все посчитать само, замечательно. Но, несмотря на это, мне этот вариант все равно не нравится. Почему? Потому что вроде бы как inset-ы не для того, чтобы перемещать там позиционные элементы вот прям слева там наверх куда-то. Короче, не мой вариант. Плюс, если этот код взять, а я его взял со Stack Overflow и закинуть в Xcode, то мы получим вот такую кнопку, он еще и не рабочий, да. Ну, понятное дело, что его можно докрутить, можно там inset-ы поменять, вернее, inset-ы, а intrinsic content size и так далее, и оно заработает. Но это еще больше каких-то магических расчетов. Что тогда делать? Есть актуальный правильный путь. Почему он правильный, вернее, просто правильный путь, да. Почему он правильный? Потому что его Apple сама рекомендует. Внутри UI-Button есть три метода. Content-Rect, Title-Rect, Image-Rect. Несложно догадаться, что все эти методы позволяют вернуть фрейм, рамку для определенной части кнопки. Для всей кнопки, для Title и для Image. Работают они просто превосходно. Вот здесь пример того, что мы перепределяем два этих метода. Просто получая размер изображения или размер Title, мы можем легко собрать фрейм безо всякой магии, как мы привыкли, там правый верхний угол, отступы, ширина высота, все это дело, и получить замечательную кнопку. Я этим методом много раз пользовался, этими методами. Я, конечно, здесь лукавлю, там коды еще чуть-чуть придется написать, как минимум, Content-Rect переопределить, Intristic Size, но тоже все будет просто. Уверяю вас, это рабочая штука. Есть одна проблема. Эти методы устарели. Это произошло не так давно, хотя, может, и давно. Время летит уже, собственно говоря, очень быстро, но они просто не подходят. Но есть вот теперь актуальный правильный путь. Это UI-Button Configuration. Тоже мало кто про это вспоминает, но тем не менее оно существует. У UI-Button можно создать Configuration, много стандартных конфигураций есть. И мы можем взять какую-то конфигурацию, которая нам подходит, установить у нее всего один параметр Image Placement Top, создать из нее кнопку, и вот в таких три строки кода мы получаем то, что нам нужно. Вот здесь пример. Мы взяли кнопку, которая была там на моем слайде, добавили конфигурацию, и все заработало. Здесь немножко больше кода, потому что я увеличил шрифт. И это заняло аж целых пять строк, если бы не это. Получилось бы, соответственно, еще компактнее. Но суть в том, что нам не нужно считать какие-то магические значения. Нам не нужно переопределять Intrinsic Content Size. Вообще наследоваться даже не нужно. Нам достаточно просто в две строки взять конфигурацию, изменить проложение изображения, и все работает. Более того, конфигураций много. И есть конфигурация, например, Field, которая буквально заставляет кнопку выглядеть так, как нам нужно. Вот здесь вот кнопка «Нажми меня», я удалил весь лишний код, все вот эти отступы, скругление углов и так далее. Просто взял нужную конфигурацию, установил текст цвета, позицию изображения, установил это изображение, и все готово. Выглядит просто шикарно, актуально. Надо пользоваться, я считаю. Хорошо. Про это мы поговорили о том, как, значит, подвигать стандартные элементы в стандартный UI-баттон. А как нам создать особенную кнопку? Под особенной кнопкой я предполагаю что-то, ну вот, например, такое. Она достаточно простая, похожа на то, что вот мы только что сделали, но отличается тем, что здесь два UI-имиджа внутри. То есть две иконки. Казалось бы, мелочь, но UI-баттон так уже не умеет. И нам нужно подбирать новые варианты. Вот. И есть несколько способов. Первый – это взять UI-баттон и добавить туда, как subview UI-имидж. Второй – это взять UI-вью, пустую, да, сверстать ее как нам угодно, как нам нужно, закинуть других вьюшек внутрь, повесить сверху Tab Gest Recognizer, чтобы это все нажималось, и, соответственно, наслаждаться. Третий вариант. Все то же самое. Берем UI-вью, там настраиваем ее как нам нужно, верстаем как нам нужно, но вместо UI Tab Gest Recognizer для нажатий используем методы touchpegan, touchend, touchmove, вот эти все. Я для краткости дальше буду их все touchpegan называть, да, потому что еще много раз мне придется про них говорить, чтобы я не повторял и не перечислял все это. Буду говорить просто touchpegan. Имейте в виду, что я вот все это семейство имею в виду. Ок. И последний, четвертый метод – это взять UI Control и сверстать его с нужными элементами. Если вот, не знаю, кто-то здесь не знает, как это работает, мне такие люди встречаются тоже, да, UI Control, в него можно сверстать все, что нужно, добавить любые subviewшки, использовать там constraint и не constraint и потом использовать это как кнопочку. Ладно, поехали. Посмотрим на парочку примеров простых. Если мы хотим взять UI Button и добавить туда subview, вот, выглядит это очень просто. Создаем кнопку, как мы делали это ранее, создаем дополнительное изображение, дополнительную иконку, вызываем от subviews, все замечательно. Плюсы, давайте разберем этого подхода. Мало кода. Ну, правда, мы написали совсем чуть-чуть кода, вроде бы оно работает. Ведет себя как UI Button, ведь это и есть UI Button, да, кнопка как была, так и осталась. Классный вроде бы подход. У этой штуки, вот, есть еще один плюс, это можно не создавать отдельный класс. Ну, не всегда, конечно, это надо было как плюс-минус, наверное, записать, потому что без subclass там нормально, мало что можно сделать. Ну, окей. Вот, теперь поговорим про минусы. Ненадежное взаимодействие с элементами UI Button, считаю это минус. Я потом сейчас их перечислю, а потом все эти минусы объясню, почему я их считаю минусами и откуда они берутся. Нет уверенности, что кнопка будет корректно работать во всех вариантах использования. Нет уверенности, что не сломается при обновлении iOS. И вот вы здесь можете сказать, подожди, ну, как бы, там, не знаю, я так делал и все работало. Даже я вам так скажу, я так делал и все работало. Правда, я так делал миллион лет назад, да, где-то там как раз вот больше восьми лет назад. Почему? Я считаю, что это проблема. И реально проблемы периодически возникают. Потому что внутри UI Button много разных элементов. Ну, как минимум, там title есть, там вот этот icon есть. Вообще UI Button, не знаю, как сейчас, раньше там в документации он назывался кластерным классом, потому что, в принципе, это целое семейство классов, которые возвращались там в зависимости от контекста. Там стиль другой берешь, тебе может в другой класс вернуться. Ну, понятное дело, что все они наследники от UI Button. Вот, и, собственно говоря, все эти штуки внутри, они как-то работают. А мы туда добавляем что-то чужеродное, да, там, нашу иконку, еще что-то там, мало ли какая у нас кнопка. Мы туда это все досыпаем, а мы даже не видим, как это все работает. И черт его знает, что там происходит. Мы можем что-то задеть, все это может задеть наш код и сломать его, да. А Apple любит там какие-то исключения делать. Типа, если кнопка в этом месте, то она работает так, а вот мы ее добавим в какое-нибудь другое место, она будет работать по-другому. Ну, особенно если там у нас выйдет новая версия iOS, то так как это все закрытое, то есть мы не имеем доступ к этому коду, Apple вообще не стесняется это менять, и это все может полететь чертям с иначим. Вот такая вот штука. Мы не можем использовать в этом случае констрейнты. Сам проверял, верстал тот пример, да, я что сделал? Добавил эту иконку, добавил несколько констрейнтов, выровнял по вертикали, да, прижал к левому краю и к надписи сделал. И у меня просто крэш случился. Даже не то, чтобы там проблемы с констрейнтами начались, это привело к крэшу как раз потому, что, видимо, я сломал те самые внутренности внутри UI-баттон, которые не знаю, как работают, да. Ну и плюс, даже если мы все это обойдем, нам тогда уже придется наследоваться, менять intrinsic content size, учитывать динамик, тайп и кучу всякой другой штуки. В общем, мне этот подход не очень нравится, и я хотел бы сейчас сказать одну мысль, вот, что UI-баттон – это не универсальная кнопка. Опять же, это вроде бы очевидно, но если не задумаешься, то оно к тебе не придет. Это кнопка из дизайн-системы Apple. Что это значит? У них есть, значит, там дизайн-система. В ней есть несколько кнопочек, которые выглядят так или иначе в разных состояниях. Вот инженеры Apple взяли это все, оформили в виде UI-баттон и используют у себя в системных приложениях. И нам отдали, чтобы мы могли тоже использовать ее у себя и делать такие же кнопки, как они, потому что, как бы, Apple любит предоставлять разработчикам возможности повторять их дизайн. Вот UI-баттон именно для этой цели и служит. Это не универсальная кнопка, которая кнопка на все случаи жизни. Ок. С этим мы поговорили. Давайте вернемся немножко к плану доклада и посмотрим, что мы вот с первым пунктом закончили. Теперь мы поговорим про следующее. Сразу два пункта про работу с UI-View, создание кастомной UI-View. Итак, UI-View это неплохой вариант на самом деле по сравнению с предыдущим. Почему? Потому что это вьюшка, мы можем положить в нее любой контент, который нам нужен, сверстать как угодно, используя любые технологии, стилизовать, анимировать. В общем, раздолье для любых желаний, для любых вариантов. Вот. И есть у этого плюсы, конечно же, как я говорю, полный контроль над поведением, не сломается при обновлении UES, не сломается вообще нигде и никогда. Ну, да, если мы сами, конечно, багов туда не отсыпем, то оно не сломается. И, как мы знаем, Apple любит что-то ломать внезапно. Ну, типа, у них тоже есть баги, но от этого вообще мы никак не застрахованы. Единственное, что мы можем сделать, перестать писать на iOS, под iOS, чтобы от этого защититься. Но, тем не менее, риск этого крайне мал, в отличие от предыдущего варианта. Хорошо. Вроде бы все звучит хорошо, но давайте еще раз вспомним, мы уже говорили, что должна уметь кнопка. И кнопка должна уметь реагировать на нажатие, а UI View не реагирует на нажатие. Как нам заставить ее реагировать на эти нажатия? Есть два способа. UI Tab Gest Recognizer и вот эти вот самые методы Touch Begun. Первый вариант выглядит вот так. Думаю, все вы его использовали рано или поздно, вернее, когда-нибудь. Тут нечего сильно объяснять. Второй вариант, на мой вкус, еще проще. Берем метод Touch Begun, переопределяем его, пишем код, все, жмем по вьюшке, код исполняется. Все замечательно. Но, хоть это и выглядит несложно, кнопка должна уметь гораздо больше, о чем мы пока что не говорили. И вот полный список, или, может быть, даже не полный, можете потом после доклада мне рассказать, что по вашему мнению я пустил. Итак, она должна иметь состояние, она должна позволять отменять нажатие, реагировать на настройки доступности, иметь стандартный интерфейс и иметь фидбэк. Вот сейчас мы все эти пункты разберем, что это такое и зачем оно нужно. Что за состояние? Первый вопрос. Вот я показываю вам кнопку. А нажата ли эта кнопка? Активна ли эта кнопка? Кнопка ли это вообще? Может, я вас обманываю, это просто картинка, которая и не кнопка на самом деле. Вот. Чтобы ответить на все эти вопросы, и чтобы пользователю было понятно, и он понимал ответы на эти вопросы, нам нужно было бы добавить состояние. И вот как они выглядят, в принципе, как в системной кнопке. Типа мы нажимаем, кнопка меняет свое состояние, свой стиль, отпускаем, он тоже меняется, да, и сразу все понятно для пользователей. Состояний там много на самом деле, но основные это не активно, активно нажато. Вот самые три состояния, которые пользователь хотел бы отличать, да, и понимать, в каком из них находится кнопочка. Окей, теперь поговорим про отмену нажатий, разобравшись с тем, что такое состояние. Зачем вообще нужна отмена нажатий? Потому что пользователи нажимают на кнопки случайно, да. Нажали просто не туда, не знали, что это кнопка, не сразу поняли состояние, не помогли. Нажали, хотели выполнить действие, передумали его выполнять, и, соответственно, теперь хотят его отменить. И мы должны предоставить им такую возможность, да, мы должны предоставить им возможность отменять эти нажатия. Но как это сделать? Опять же, можно получить свой системный UI button, да, когда мы ее нажимаем, мы можем увести палец за пределы кнопки, и, соответственно, она изменит свое состояние. Если мы его за пределами кнопки отпустим, то действие не свершится. Да, это, конечно, не автоматически происходит. Мы там, когда вызываем от таргет, сами указываем, на какое действие мы хотим выполнить экшн. И, как правило, мы указываем, что там touch up inside, то есть палец оторвался от кнопки внутри этой кнопки. Вот мы этим сами управляем, но, тем не менее, такого эффекта мы добиваемся. Хорошо, это поможет пользователям отменять нажатие. Следующий пункт – это настройки доступности. Что такое настройки доступности? Думаю, вы все знаете, но на всякий случай проговорю, что это вот те параметры, которые позволяют людям с ограниченными возможностями пользоваться нашими приложениями, в частности, людям с частичной потерей зрения либо полностью незрячая. И они, как правило, пользуются такими трюками, как увеличение шрифта. Это в настройках телефона можно сделать тот же самый Dynamic Types или VoiceOver. И вот если мы возьмем просто нашу какую-нибудь обычную кнопку и неподготовим ее к этому, увеличим шрифт, то вот получится такая картина. Текст пропадет, что-то там наш, что-то там непонятно пользователю. VoiceOver – это вот, ну, тоже думаю, что все знают, но опять же на всякий случай проговорюсь, что VoiceOver – это тоже такой особый режим использования телефоном, когда он реагирует на нажатие не так, как мы с вами привыкли. Там включается экранный диктор, с помощью определенных жестов он переходит от элемента к элементу и озвучивает, что там он видит, да, и позволяет тем самым пользователям, которые не могут увидеть эти элементы, они могут их услышать и все равно могут пользоваться нашим приложением. Так вот, если мы здесь ничего не настроим, то экранный диктор не увидит нашу кнопку, а, соответственно, и пользователь ее не увидит. Приложение для него стоит в принципе не юзабельным, он не сможет им пользоваться. Чтобы все было хорошо, нужно поддерживать изменение размера шрифта, нужно поддерживать VoiceOver, хотя бы в каком-то базовом простом варианте. UIButton, кстати, из коробки поддерживает, да, там вот, чтобы он озвучивал, что на этой кнопке написано, что это кнопка, что с ней можно было пользоваться. Тогда вот и пользователи скажут вам спасибо, и в принципе нам будет лучше, чтобы мы больше аудитории охватываем. Короче, ситуация вин-вин. Окей. Последний, нет, не последний, предпоследний пункт это унифицированный интерфейс. О чем я говорю, здесь, наверное, просто стоит пояснить, о том, что мы с кнопкой, мало того, что ее показываем, да, и как-то пользователи с ней взаимодействуют, мы в коде с ней взаимодействуем. И, соответственно, если делать разные кнопки и не соблюдать вот это правило унификации интерфейса, то может оказаться, что там, например, действие на кнопки по-разному навешивается, где-то это от таргет, где-то замыкание, где-то делегат. И это не очень удобно, когда ты вроде бы берешь одинаковые кнопки, которые просто выглядят по-разному, а тебе под них код нужно переписывать. Там кроме действия еще можно менять кучу всяких параметров, типа как у них вкол-выкол настраивается, ну и прочее, прочее. Думаю, вы понимаете, о чем я. Это вот интерфейс, это то, как в коде мы взаимодействуем с кнопкой. И желательно, чтобы у всех кнопок в нашем проекте этот интерфейс был одинаковый, чтобы разработчикам не пришлось менять код просто для того, чтобы показать кнопку, которая вроде бы работает так же, но выглядит по-другому. Последний теперь пункт это фидбэк. Какой фидбэк? Это отклик. О чем речь? Когда мы, значит, реальные физические кнопки нажимаем, например, на клавиатуре, мы слышим нажатие. Когда мы их нажимаем, мы чувствуем это нажатие. Когда мы нажимаем в кусок нашего экрана, где находится кнопка, мы ощущаем пустоту, потому что ничего не происходит. Вот. Чтобы этого не было, потому что это очень грустно, безмерно грустно, нужно использовать инструменты от Apple, которые нам предоставят. Это три фидбэк-генератора, UI-нотификейшн, UI-импакт, UI-селекшн фидбэк-генераторы. Все они позволяют сгенерировать тот или иной отклик, звуковой, тактильный, и, собственно говоря, вернуть вот это ощущение реального мира нашему бесчувственному пуску экрана. Эти штуки бесспорно нужно использовать, потому что, когда, не знаю, сам я открываю приложение, и там все кнопочки обладают тем или иным фидбэком, а еще этот фидбэк разный, позволяет прочувствовать вот эти все действия, которые ты делаешь, то я начинаю очень сильно кайфовать этим приложением, хочется пользоваться чаще. Окей. Вернемся к списку, да, что должна уметь кнопка. Мы все это проговорили, просто еще раз все эти пункты вспомним. Иметь состояние, позволять отнять нажатие, реагировать на доступность, настройки доступности, иметь стандартный интерфейс, иметь фидбэк. Вот. И к чему я все это говорю? Потому что все это придется реализовывать самостоятельно, если мы возьмем UI-view. Все эти вещи придется писать, и это будет очень много кода. Ладно. Теперь поговорим вот еще про вот эти вещи. Touch began, BWS, UI just recognizing. Почему? Потому что это на самом деле важно. Почему это важно? Нам поможет разобраться в этом responder chain. То есть с него на чем? Как это все работает? Как вообще работают нажатия? То есть пользователь прикасается к пальцам к экрану телефона, там происходит механическая работа, в итоге в систему попадает точка, точка, куда произошло нажатие, точка попадает в приложение, в UI-виндоу, UI-виндоу проходит по всем своим subview и находит, скорее всего, находит, да, ту самую к вьюшку, которая должна эту точку обработать как нажатие. Пока что звучит все очень просто и знакомо. Вот момент, когда вьюшка получает точку, на нем мы остановимся поподробнее и поговорим о том, что в этот момент там может находиться, собственно говоря, два разных механизма, или они оба могут там находиться, это UI-жест-рекогнайзер и touch-begun, ну вот это все семейство, напоминаю, что я все эти методы называю touch-begun, чтобы быть кратким, более кратким. Окей, почему это важно? Дело в том, что, ну, вернее, разберемся, как это работает, да, попадает точка в эту вьюшку, сначала она попадает жестом, жест-рекогнайзером, а он может быть там один жест-рекогнайзер, их может быть несколько и так далее, и вот тут они вольны делать с этой точкой все, что угодно, с этим поинтом, куда у нас нажатие произошло, они могут его проигнорировать, они могут его обработать, его может обработать один какой-то жест, он может поделиться им со всеми UI-жест-рекогнайзерами и все эту точку обработают, они могут отдать ее в методы touch-begun, а могут не отдавать, а могут отдать, но с задержкой, короче, у них там очень много всяких разных настроек, много чего они могут сделать, но суть в том, что они главные в этом моменте, а еще это разные технологии, просто вот как бы тоже это важно, и почему это важно, еще раз задаю этот вопрос, но теперь точно на него отвечаю, вот мы поговорили о том, сколько всего должна уметь кнопка, и на самом деле UI-жест-рекогнайзер не поможет всего этого добиться, у него просто инструментов таких нет, он просто говорит, что вот ну все, нажатие произошло, замечательно обрабатывает, чтобы все вот эти вот состояния, там фидбэки и прочее, прочее, прочее обрабатывать, нам нужен UI-пан-жест-рекогнайзер, который позволяет там не только отлавливать момент, когда пользователь палец отпустил и жест произошел, а когда он пальцем поводил туда-сюда, да, где этот палец, ушел там за предел кнопки или не ушел, ну в юшке в нашем данном случае и так далее, но вот в UI-скролл-вью есть такая вьюшка, да, тоже используется UI-пан-жест-рекогнайзер, вот для скролла, а у этого скролл-вью наследники тейбл-вью, коллекшн-вью, и вот думаю, что вы знаете, что почти в каждом приложении 95% экранов, если не все 100, это в том или ином виде UI-скролл-вью, и теперь самое главное, что если кнопка с UI-пан-жест-рекогнайзером попадет в UI-скролл-вью, то они будут конфликтовать, то есть когда палец будет находиться над кнопкой, жесты будут идти в кнопку, а не в UI-скролл-вью. Нет, конечно, это все настраивается, да, то есть мы можем там настроить совместное исполнение жестов на одном и том же пальце, да, вот, но это придется настраивать, а можно про это и забыть, можно это и не увидеть, будет очень неприятно, плюс это дополнительный код, который хотелось бы не писать, а нам придется, вот, чтобы все круто работало. Окей, короче, это я к тому, что лучше использовать TouchSpegan, потому что с ним все просто, понятно и работает сразу так, как нужно. Теперь перейдем к плюсам-минусам вот этих вот подходов и первые плюсы будут про интерактивную UI-вью с UI-тап жест-рекогнайзером, ну или с UI-пан жест-рекогнайзером, надеюсь, что все-таки с ним и плюсы, да, это полный контроль над поведением, то есть мы можем сверстать как угодно на любых технологиях, констрейнты, фреймы там, не знаю, все, что нам хочется, анимации добавить, все, что угодно. Это не сломается при обновлении iOS, вообще никогда не сломается, ну почти никогда, да, там кроме исключительных случаев. Это ведет себя, это не совсем как UI-баттон, но я поставил здесь это плюс-минус, потому что непонятно, это плюс или минус, да, если мы хотим, чтобы вело себя как UI-баттон, чаще всего это так, то это минус, но если нам прям осознанно нужно другое поведение, то это плюс. Окей, теперь о минусах этого подхода поговорим. Много кода, очень много кода. Я бы скажу прям тонны кода, потому что нам самостоятельно придется добавлять поддержку, состояние, отмены действий, доступности, фидбэка, вот это все-все-все придется описывать, описывать, описывать и описывать. И еще один минус, могут быть конфликты с другими UI-жест-реконайзерами. Тоже неприятно, да, их можно порешать, как я говорю, это не какое-то там непреодолимое препятствие, но тем не менее это тоже будет, это тоже добавит код вот в тот первый минус, что много кода. Поговорим про второй вариант, когда мы беремся в ту же самую UI-вью, только теперь используем Touch с Began. Плюсы похожи, это полный контроль над поведением, не буду даже расписывать, не сломается при обновлении US, то же самое. Опять же, плюс-минус, больше похоже на UI-баттон, потому что это плюс, что оно работает, как UI-баттон, ну, скорее всего, если мы так напишем, а мы, скорее всего, это ожидаем, но если вдруг нам понадобится другое поведение, ну, блин, будет не оно. Вот, это минус. Теперь минусы, опять же, этого подхода, UI-вью с Touch Began, много кода, все то же самое, нужно будет реализовывать вот все вот эти штуки, так же, как и в прошлом варианте, все то же самое, но единственное, что тут нет конфликта с UI-жест-рекогнозером, чуть-чуть получше, вот, поэтому я этот подход и рекомендую. Окей, снова вернемся к плану, мы поговорили там про первый пункт, как сабвьюшки в UI-баттон добавлять, о том, о втором и третьем пункте, как у нас, значит, UI-вью кастомный делать с этими там жест-рекогнозерами, с Touch Began и так далее, и остался только последний пункт. Итак, вначале я говорил о том, что UI-баттон не универсальная кнопка, да, о том, что это просто кнопка, часть дизайн-системы, ой, часть дизайн-системы Apple, и нам нужно ее использовать, когда нам вот важно сделать так же, как в Apple. и тут на сцене появляется UI-контрол, и вот UI-контрол это универсальная кнопка, более того, UI-контрол больше, чем кнопка, об этом пишет у себя Apple, об этом написано в гайдлайнах, об этом в документации написано, и в принципе, собственно говоря, можно попробовать и убедиться. Что тогда такое UI-контрол, если это не кнопка? Это класс для идентификации пользовательских жестов, то есть там можно отловить кучу разных действий, которые пользователь сделает, там он нажал, он отпустил, отпустил где, внутри, снаружи и так далее, и на все, на это мы можем просто повесить определенный обработчик без какого-либо дополнительного кода, это очень круто. Сам Apple делает все свои кнопки, контролы на основе этого класса, UI-баттон это наследник UI-контрола, там тоггл это наследник UI-контрола и так далее, все, все, все контролы наследники контрола. В нем из коробки есть состояние, вот те состояния нажат, не нажат, активен, не активен и так далее, которые мы все так любим использовать в UI-баттон, на самом деле не UI-баттон, а UI-контрола и они перейдут от него. Следит за жестами, ну как я уже сказал, он создан специально для идентификации жестов и он бесспорно умеет делать это отлично из коробки. Не конфликтует с UI-жест-рекогнайзерами, потому что ну просто так Apple задумала, они у себя сами так используют и мы сможем это поведение тоже забрать себе. Унифицирует интерфейс, ну опять же, я говорю, UI-баттон, наследник UI-контрола, там тоглы, все вообще контрол, наследник UI-контрола, мы тоже, если будем наследоваться от UI-контрола, получим тот же интерфейс в наследство. И хоть я до этого много чего расписал, и это казалось как плюсы, я могу назвать дополнительные, отдельные плюсы использования UI-контрола, да, в контексте нашего доклада. Это полный контроль над поведением, так как это все-таки наследник вьюшки, мы можем сделать все то же самое, что и с обычной UI-вью. Можем поместить туда любые элементы, сверстать их как нам угодно, на фреймах, на констрейнтах, добавить анимации, все, все, что мы захотим, доступно и с UI-контролом. Вот, не сломается при обновлении US, точно так же нигде не сломается. Немного кода, это главный плюс, то есть, если с UI-вью мы можем сделать все, что нам нужно, но нам придется все это писать руками, то с UI-контролом мы можем сделать то же самое, что нам нужно, но кода писать придется намного, намного меньше, потому что многие действия там уже из коробки имеются. Вот, опять же плюс, ведет себя как UI-баттон, потому что UI-баттон это UI-контрол. Есть состояние легко добавить фидбэк, ну плюс-минус, почему? Плюс-минус, потому что все-таки фидбэк надо добавлять, его и в UI-баттон нет, его и туда нужно добавлять. Ну и сюда нужно добавить. Но опять же, сделать это легко из-за того, что у нас есть контроль над поведением, есть состояние и так далее. Вот. Минусы использования UI-контрол. Честно говоря, я их привести не могу, ни одного минуса. Ну, наверное, только то, что действия добавляются через оттаргеты, это как бы типа устаревший интерфейс, хотелось бы замыкание, но зато, как везде, интерфейс унифицирован. Еще, наверное, к минусу можно сказать, что там нужно все сабвьюшки помечать, как не интерактивное, то есть user interaction, enable, false ставить. Ну, это тоже делается в две строки. Вот. И можно один раз на проект это починить. Короче, я бы рекомендовал использовать UI-контрол. Да? А на собеседовании я бы лучше покрутил деревья. Все-таки шесть строк инвертирования дерева смотрятся намного проще, чем вся вот эта история про кнопки. А тут еще даже есть где поговорить. Я, можно сказать, не все рассказал. И вот. На этом у меня все. Задавайте ваши вопросы. Ну, я надеюсь, что вы их задали. Я готов на них ответить. Да, Жень, большое спасибо за доклад. Было действительно интересно послушать про кнопки. Я даже освежил некоторые моменты в памяти. Мне очень понравилась ваша шутка про деревья. Это, конечно, да. действительно. Слушай, у нас, кажется, есть еще немного времени. Да. Давай, может, пару вопросов обсудим. Давай. Я, как тоже iOS-разработчик, вижу, что многие используют UI-баттен. Да? Вместо UI-контрол. Как считаешь, почему многие также используют UI-баттен для кастомных кнопок? Потому что, кажется, это лежит на поверхности. То есть ты заходишь в разработку, вот у тебя есть кнопка, она называется как кнопка. В гайдах показано, что ты можешь использовать эту кнопку. Если ты со стори-бардов начинаешь, то там, опять же, этот элемент, который ты можешь себе перетащить. И, собственно говоря, вот, все, ты ее используешь. И ты, скорее всего, на первых проектах учебных не пытаешься это как-то сильно кастомизировать. перед тобой появляется задача, ты пытаешься ее сделать побыстрее, используешь знакомый инструмент, у тебя все получается, и, собственно говоря, на этом все. То есть зачем куда-то дальше идти, если у тебя все получилось. Да, действительно. Слушай, я тебя спрашиваю про SwiftUI. Как считаешь, вообще есть подобные проблемы там? Я не так много пишу на SwiftUI, то есть в продакшн-то я на нем ничего не писал, поэтому с какими-то особо сложными там кнопками не сталкивался, но вот если реализовывать простые, там таких проблем, конечно, нет. Потому что там есть баттон, но этот баттон скорее UI-контрол, потому что внутри у него нет никаких стандартных элементов, ты просто, у тебя есть вью-билдер-замыкание, в котором ты сам выбираешь, какая верстка будет находиться. Ты можешь туда все, что угодно напихать, и будет ок. Если говорят, что было бы интересно то же самое со SwiftUI, возможно, да, действительно в каком-нибудь другом докладе. Жень, тебе большое спасибо, мне было очень интересно. Тебе тоже спасибо, и всем зрителям спасибо. Спасибо.